Глава государства подписал постановление о дополнительных мерах по совершенствованию системы военно-патриотического воспитания юношей и подготовки резерва для вооруженных сил Республики Узбекистана и государственной службы. Документом предусматривается реализация масштабных мер по обновлению учебно-воспитательного процесса в военно-академических лицеях. Тевурбек Ляр Мактабен. Все подробности в комментарии программы. Военно-патриотическое воспитание, повышение эффективности духовно-просветительской работы в системе вооруженных сил. Эта масштабная работа включает в себя и задачи подготовки всесторонне развитой, эрудированной, беззаветно преданной народу и делу служения родине, молодежи. Эту необходимость диктует и нынешний стремительный рост глобализации, процесс которой сопровождается в свою очередь усилением угроз национальным традициям, культуре и идентичности народов, попыткой внедрения чужных идей. В этом плане наиболее уязвимым становится именно молодое поколение. И государство в интересах будущего развития, ограждение молодежи от негативных факторов, создает необходимые условия. Очередным шагом стало постановление главы государства о дополнительных мерах по совершенствованию системы военно-патриотического воспитания юношей и подготовке резерва для вооруженных сил Республики Узбекистан и государственной службы. Как известно, в мае текущего года руководитель нашей страны в ходе знакомства с социально-экономическими преобразованиями Ферганской области посетил также ферганский военно-академический лицей Тимур Бекляр Махитабе и дал поручения по совершенствованию учебно-воспитательного процесса. Они конкретно обозначены в принятом постановлении. Это формирование учащихся глубокого уважения к духовным, нравственным ценностям нашего народа, его культуре и обычаям, воспитания учащихся на основе бесценного наследия великих предков, прежде всего Амира Тимура, подвигов соотечественников в наши дни, отдавших свои жизни во имя свободы и процветания Родины, преданных народу Узбекистана с твердыми жизненными взглядами, развитие учащихся широкого кругозора, интеллектуального потенциала, творческого и аналитического мышления, формирование у них твердых знаний в естественных и точных науках, иностранных языках и современных информационных технологиях, подготовка физически развитых, выносливых, храбрых и мужественных защитников Родины. Сегодня для учащихся Тимур Бекляр Махитабе разрабатываются учебные программы, методические комплексы, направленные на глубокое изучение естественных, точных наук, информационных технологий, а также иностранных языков. Наша задача развивать чувство любви к Родине, уважение к старшему поколению, народным традициям, а также формировать глубокие знания по всем предметам, воспитывать у них чувство любви к Родине. В настоящее время у нас существует четыре военно-академических лицея в Тимур Бекляр Махитабе. Из них, согласно данному постановлению, сохраняются два Тимур Бекляр Махитабе. Это в составе Министерства обороны в городе Фергане и в составе Национальной гвардии в городе Ташкенте. Остальные два Тимур Бекляр Махитабе, которые находятся в городе Самарканде и в городе Ургенче, они будут ликвидированы по завершении обучающихся, поступающих в этом году в данные лицеи. Кроме того, в ведении других ведомств появится новый Тимур Бекляр Махитабе. В столичной области при службе государственной безопасности будут образованы военно-академические лицы. При Министерстве внутренних дел аналогичное образовательное учреждение будет действовать в НУКУСИ. Данное учебное заведение послужит совершенствованию работы органов внутренних дел, комплектации резерва вооруженных сил и органов внутренних дел молодыми, интеллектуальными, преданными кадрами, считающими своим долгом и основной обязанностью обеспечения правопорядка и общественной безопасности. Все это делается с учетом реформ, проводимых в системе Министерства внутренних дел, которые предусматривают повышение эффективности и оперативности правоохранительных органов. При Министерстве по чрезвычайным ситуациям школа Тимурбеков будет создана в Шахрисапсе. Этот город выбран не случайно. Шахрисапс является местом рождения великого полководства Амира Тимура. И данное обстоятельство будет придавать особый дух и статус обучающимся в нем будущим защитникам Родины. Создание военно-академических лицеев Тимурбек-Ляр Мактабе при Министерстве чрезвычайных ситуаций это принципиально новый и максимально эффективный подход в деле подготовки квалифицированных кадров для сферы. Всем известно, что воинская служба это особая профессия, которая требует от человека определенных навыков, определенных знаний и определенного отношения к жизни. А военно-академические лицеи Тимурбек-Ляр Мактабе будут формировать все эти навыки уже на ранних этапах у ребенка. Ребенок, закончивший данное учебное заведение, уже будет всесторонне готов к поступлению в военный вуз и к дальнейшей службе в рядах вооруженных сил Узбекистана. Постановленно утверждена дорожная карта, согласно которой разработаны принципиально новые учебные планы и программы обучения с применением современнейших форм и методов обучения. Образцы формы одежды и нормы довольствия учащенности Тимурбек-Ляр Мактабе. Механизм обучения правилам дорожного движения, вождения легковых, а также грузовых автомобилей с дальнейшей выдачей водительского удостоверения. Обновленные военно-академические лицеи Тимурбек-Ляр Мактабе начнут прием и обучение юношей с 2020-2021 учебного года. В них будут приниматься юноши, окончившие девятые классы средних школ, успешно прошедшие мероприятия военно-профессионального отбора и тестовые испытания. Обучение будет осуществляться по двухгодичной программе. В соответствии с постановлением, силовыми структурами, совместно с Министерством народного образования, будет образована единая база данных учащихся общеобразовательных школ с 5-6 классов, отражающих уровень знаний и физической подготовки, а также личные качества обучаемых для отбора наиболее подготовленных кандидатов к поступлению в Тимурбек-Ляр Мактабе. Наряду с этим предусмотрено стимулирование работников и служащих Тимурбек-Ляр Мактабе, чья деятельность непосредственно связана с повышением эффективности организации и осуществлением учебно-воспитательного процесса. Продуманы и условия обучения, соответственные требованиям нынешнего дня. В принципиально новых военно-академических лицеях будут созданы компьютерные и тренажерные классы, единая электронная информационно-ресурсная база. Предусматривается внедрение современных программно-педагогических средств обучения в виде интерактивных виртуальных стендов и лабораторий, условия для развития физической подготовки и повышения уровня спортивных достижений учащихся. Кроме того, будет внедрена единая внутренняя автоматизированная система мониторинга, контроля и организации учебного процесса. Мы, преподаватели, надеемся, что после окончания военного академического лицея Тимур-Бек-Лар-Мактабе наши учащиеся становятся высококвалифицированными кадрами и служат нашей Родине преданно. Имея глубокие знания по всем предметам, они находят свое достойное место и выносят свой вклад в развитие нашей страны. Таким образом, создаваемая система обучения в Тимур-Бек-Лар-Мактабе позволит сформировать пять элитных военных специализированных образовательных учреждений, повысить эффективность непрерывной системы подготовки кадров для государственной службы, обладающих высокими духовно-нравственными и патриотическими чувствами, широким кругозором, творческим и аналитическим мышлением молодых людей, готовых встать на защиту интересов и государственного суверенитета родной страны.